Продолжение следует... 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 то у них есть возможность получения второго диплома. То есть они получают диплом вышки по направлению экономика и диплом университета партнеров, в котором они заканчивают магистратуру. Значит, 2017 года у нас открыта совместная, такая зеркальная совместная программа с университетом Луис в Риме. Луис – это, наверное, самый такой престижный в Италии частный университет. И благодаря этому сотрудничеству у наших студентов есть возможность провести второй год обучения в Риме. Соответственно, это полностью зеркальная программа студентов, равное число студентов, участников программы с российской стороны, с итальянской. Студенты проводят первый год обучения в родном университете, второй год обучения в университете в партнере. Защищают магистровскую диссертацию в двух местах – Москве и Риме. И получают два диплома – диплом вышки и диплом Луис. Кроме этого, по сути дела, у всех студентов вышки есть возможность поступать самостоятельно на магистровскую программу, магистратуру другого университета. И если мы знаем, что эта программа соответствует профилю нашей программы и имеет, соответственно, высокий академический уровень, то у вас есть возможность учиться на втором году обучения по индивидуальному учебному плану одновременно как бы в двух университетах. И опять же, если это одногодичная программа, то вы можете через два года получить два диплома. Если это, допустим, полуторагодичная программа, то вы получаете диплом вышки и диплом университета партнера через два с половиной года после начала обучения. Естественно, вам придется платить за обучение в этом университете, в который вы поступаете. Но в континентальной Европе есть очень много годичных или полуторагодичных, а англоязычных магистовских программ, стоимость обучения на которых достаточно низкая. То есть это может быть несколько сот евро в год. То есть возможности у наших студентов очень большие. Вот это для разнообразия фотография. Это церемония вручения дипломов нашим выпускникам. Она у нас всегда проводится в резиденции британского посла в Москве. И вот в сентябре 2016 года дипломы нашим выпускникам вручал профессор Лондонской школы экономики, лауреат Нобелевской кремии Кристофер Писсаринис. Ну теперь чуть подробнее о структуре программы. На первом году обучения это в основном обязательные курсы по экономике, микроэкономика, маркоэкономика, эконометрика. И начинается систематическое изучение финансов, то есть финансовой экономики. На втором году обучения это продолжение изучения финансов, это корпоративные финансы, финансовая эконометрика. И студенты изучают, ну выбирают курсы по выбору. Как вы видите, у нас довольно большой выбор курсов. В основном это прикладные финансовые курсы, потому что большинство наших студентов интересуются карьерой в области финансов, работают в банках, инвестбанках, универсальных банках, фейдж-фондах и так далее. То есть это вот университет анализ, основная компания, сделка, слияние и поглощение, управление рисками, международные финансы, производные финансовые инструменты. Кроме этого, для тех, кто интересуется экономикой, есть и такие уже более академические, экономические курсы, например, теории международной торговли и развития. А для тех, кто интересуется, кто хочет работать с квантом, у нас вот есть курс по введению языка, его применения и финансовых предложениях. Так, дальше, преподаватели. Ну, у нас, как я уже сказал, у нас... Сейчас, как это убрать? Сейчас, как это убрать. Большинство наших преподавателей, то есть все наши штатные преподаватели имеют степень PhD западных университетов. Как вы видите, много американских университетов, Калифорнии и Деркли, Кралтек, Нотвестерн, университет Техаса в Остине, британские университеты, это УСИ, Оксфорд, ведущие университеты континентальной Европы, Тулуцкая школа экономики, Бакони, Европейский университет в Флоренции, и, ну, если у вас, если вы любите логотипы, вот видите, логотипы основных наших университетов. Ну, тут вот некоторые из наших западных преподавателей, ну, большинство наших преподавателей европейцы, вот, итальянцы, немцы, греки, но есть, видите, еще из более экзотических стран, вот, Удара Перес, гражданин Австралии и Шри-Ланки, Аркаджи Чакаверти из Индии, Фабиан Славинчик-Аквентинец. Ну, вот это пример нашего российского преподавателя, она получила PhD в университете Техаса в Остине. Это наш самый известный профессор Алексей Булатов, выпускник университета в Калифорнии и Беркли, он является полным профессором, является одним из ведущих в мире специалистов по микроструктуре финансовых рынков. Вот пример нашего приглашенного преподавателя, Крис Джулер, выпускник Принстона, работает в Омской школе экономики, профессора в Омской школе экономики. Преподаватели практики. Ну, тут такой... В общем, преподавателей практики вышли много, но отличие мне в этом плане такое, что практически все наши практики имеют опыт, западный опыт, обычно это обучение в западном университете, это может быть в степени PhD, это может быть магистратура, это может быть в степени MBA. Ну вот, например, Вячеслав Иванов, который читает у нас курс по оценке компании в сделках в съедении поглощений, он выпускник бакалавриата по финансам в университете Торонто и имеет в степени MBA университета Роджестера. Михаил Машков, который читает курс институционного анализа, имеет в степени MBA по финансам в университете НОТРА. Дальше. Где работают наши выпускники? Естественно, поскольку наша программа по финансовой экономике, большинство наших студентов приходит к нам именно потому, что хотят изучать финансы. Поэтому большинство наших студентов работают в финансовых институтах, в банках, в страховых компаниях, в хедж-фондах, в инвест-фондах и так далее. В последнее время все больше популярность приобретает консалтинг, стратегический консалтинг в первую очередь. Наши выпускники, много наших выпускников работает в компании McKinsey, ведущей мировой компанией стратегического консалтинга. Причем, компания McKinsey проводит ежегодно закрытый набор для выпускников двух. Для выпускников, во-первых, МЕФ, во-вторых, РЭШ. То есть МЕФ рассматривается... Компания McKinsey считает, что МЕФ это лучшее подразделение высшей школы экономики для набора. Ну и, естественно, немало наших выпускников работает в АМО. консалтинговых подразделениях компаний Большой Четвертый. Ну, также выпускники работают и в реальном секторе. Некоторые начинают собственный бизнес, в государском секторе. Ну и, пожалуй, третье место после консалтинга и финансов это продолжение обучения на программах PHD в западных университетах. Но об этом чуть попозже. Если вы любите логотипы, вот тут логотипы основных наших работодателей, как видите, тут ведущие мировые финансовые институты, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Buck, White City, J.P. Morgan, ведущие российские финансовые институты, Сбербанк, Сбербанк CIB, ВТБ. На что я хочу обратить ваше внимание. У нас, многие наши выпускники работают и в Москве, и уже в Лондоне. У нас сейчас 15 выпускников магистратуры работают в Лондоне, в Лондонском Сити, включая Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays. И, что интересно, половина, то есть 7 выпускников магистратуры были приглашены туда на работу, сразу после окончания нашей магистратуры. А вы понимаете, что тысячи людей со всего мира платят десятки тысяч долларов для того, чтобы учиться в Великобритании и иметь шанс на то, чтобы попасть на работу в Лондонском Сити. Наши выпускники, ни один, ни два, а заметно больше, сумели получить приглашение на работу там сразу по окончании магистратуры в Москве. И это стало возможным благодаря бренду MIEF, благодаря тому, что... Ну, в первую очередь, бренд MIEF был сформирован нашим бакалаврятом, конечно. Многие выпускники бакалавриата поехали после окончания бакалавриата учиться в магистратуру в Великобританию. Десятки, если уже не сотни из них, работают в Западной Европе, в том числе в Лондоне. Ну и благодаря этому бренд MIEF хорошо известен, соответственно, в Лондонском Сити, и поэтому наши выпускники берут туда на работу сразу по окончании магистратуры в Москве. Учеба на программах PHD. Ну, тут видите, далеко не полный список университетов, в которых наши выпускники получали приглашение учиться с финансовой помощью. Тут видите, ведущие университеты штатов Чикаго, Калифорния и Беркли, Калифорния и Сан-Диего, ведущие университеты Великобритании, опять же ЛСЕ, опять же Оксфорд, ведущие университеты континентальной Европы. Ну, вот тут некоторые примеры наших успешных выпускников. Вот Светлана Брызгалова, выпускница нашего первого набора. В 2009 году она закончила, сразу поступила на программу PHD в Лондонской школе экономики. В 2015 году она ее закончила, и у нее было свыше 20 приглашений на работу. И вот сейчас она является ассистом-профессором по финансам в Стэнфордской школе бизнеса. Артем Патешкин, выпускник 2010 года. Он был первым выпускником нашей магистратуры, который сразу по окончании магистратуры получил приглашение на работу в Лондоне, в Баклайс. И, в общем, он уже успешно продвинулся там. Сейчас он там работает на должности ассоциата, как раз в Байби Баклайс. Константин Якимович, он, закончив магистратуру, не проработал в Fitch, Fitch Ratings в Москве, а потом, благодаря внутрикорпоративному переводу, переехал в Лондон, и сейчас работает в Fitch в Лондоне. Такие возможности тоже у наших выпускников есть. Естественно, мы помогаем нашим студентам, нашим выпускникам найти хорошую работу. У нас есть свой центр карьеры. Есть большой центр карьеры Лышки, но кроме этого, всей Лышки, но кроме этого, есть особый центр карьеры МЕВ, который проводит большую работу по помощи, помогает нашим студентам пройти все шаги по строению своей карьеры, на начинание, проводит многочисленные тренинги, воркшопы, как написать резюме, как написать сопроводительное письмо, как выбрать, куда подавать на стажировку. У нас проходят многочисленные презентации на работодателе, и, может быть, самое главное, это встречи с успешными выпускниками МЕВ. Как я уже говорил, МЕВ сейчас уже свыше полутора тысяч выпускников, и подавляющее большинство из них, они очень успешны, и они с удовольствием приезжают в МЕВ, рассказывают, встречаются с ребятами, рассказывают о том, как они начали свою карьеру, как они проходили собеседование, как они получали оферы, как они принимали эти оферы, то есть рассказывают о всех шагах в своей карьере. Ну и у нас, естественно, проходят... У нас... Наши связи с работодателями, они такие многосторонние, работодатели не просто проводят презентации, но проводят специальные факультативы, то есть у наших студентов есть большие возможности плотно общаться с представителями работодателей, что, естественно, помогает им в поисках работ. Вот. Дальше что? Ну, вот это вот некоторые фотографии наших студентов, которые показывают, что наши студенты нечистые ботаники, вот, занимаются, что у них есть возможность, что они занимаются еще кое-чем другим. Дальше. Траектории поступления. Ну, у нас три основные траектории поступления. Главная траектория – это в конкурс-портфолио. Для... У нас нет таких нормальных, обычных вступительных экзаменов, в нас в конкурс-портфолио. Для участия в этом конкурсе надо сдать английский язык. Вы можете сдать английский язык самостоятельно, сдать Oracle или IELTS. И после этого вы сдаете документы в приемную комиссию. В принципе, вы можете сдать английский язык бесплатно у нас. Значит, если у вас дан английский, мы вас приглашаем на собеседование, рассматриваем ваше портфолио, и сразу после собеседования, вскоре после собеседования, можем вам сказать, на каких условиях мы готовы вас взять. Готовы ли мы вас взять, если да, то на каких условиях. Это бюджет, это коммерция, это коммерция со скидкой стипендий. И, соответственно, если вас наши условия устраивают, то вы можете расслабиться до того, как заканчивается набор на других программах. Если наши условия вас не устраивают, то вы можете забрать документы и подать их на другую программу вышки, в том числе на бюджетное место, если вы сдавали английский язык самостоятельно или до официального приема документов. Значит, общий курс у нас идет в этом году с 20 июня, ну, набор 2018 года, с 20 июня по 31 июля. Значит, вот уже в это время мы, когда идет напор на прием документов, мы начинаем проводить собеседование. И, насколько я помню, сейчас у нас до 20 июля будет прием документов в 2018 году. Значит, если мы проводим с вами собеседование до 20 июля, то вы можете, вас устраивают наши документы, наши условия, вы остаетесь, не устраивают, вы можете забрать документы и подать на другую программу вышки. Соответственно, мы призываем всех наших кандидатов подавать документы как можно раньше. Значит, койку с портфолио – это первый путь, второй путь – это олимпиада, олимпиада вышки. Олимпиада будет в марте, значит, регистрация идет до 12 марта. Если вы будете являться победителем или призером олимпиады, соответственно, вам гарантируется бюджетная имя. Кроме этого, если вы сдаете международный тест, GI Subject Test по математике, и у вас высокие баллы на GI General или GMAT вы сдаете, то вы тоже, у вас такая же есть возможность поступить на вывод, гарантируя вам бюджетное место сразу на конкурсе портфолио. То есть уже весной или даже зимой, если вы присылаете нам вот эти результаты международных экзаменов, то мы уже можем гарантировать вам бюджетное место. Так, ну и, наконец, у нас есть отдельный конкурс для иностранных граждан. Соответственно, для иностранных граждан у нас, ну, во-первых, есть квотные места в рамках квоты установления правительства Российской Федерации, а остальных иностранных граждан, да, некоторые иностранные граждане, граждане, по-моему, Белоруссии, Казахстана, Грагестана, имеют право поступать на бюджетное место. Кроме этого, они имеют право поступать и на плотное место. Но все иностранные граждане имеют право на... имеют право на... имеют право претендовать на место со скидкой и степендией. Значит, смотрите так, по финансовым условиям. Да, по финансовым условиям. Значит, стоимость обучения будет, она была совсем недавно утверждена, по-прежнему остается 360 тысяч рублей в год, но будут... у нас ожидается, что у нас будет 4 места с очень большой скидкой. То есть, с учетом этой скидки, стоимость обучения будет составлять не более 80 тысяч рублей в год. 8-0, 80 тысяч рублей в год. И кроме этого, мы ожидаем, что у нас будут стипендии от наших партнеров, от банка ВТБ, которая будет полностью или практически полностью покрывать эту стоимость обучения. Значит, эти скидки, эти места со скидками и стипендиями, они у нас есть для тех кандидатов, которых мы считаем сильными, которых мы очень хотим видеть на нашей программе, но которые не имеют права претендовать на бюджетное место. Либо потому, что они учились или учатся на бюджетном месте на другой магистрской программе, либо это иностранные граждане, которые не имеют права претендовать на бюджетное место. Вот для них у нас есть несколько мест с скидкой и стипендией, которая позволяет им учиться бесплатно или практически бесплатно. Спасибо за внимание. Какие вопросы? Я смотрю, вопросов много. Давайте пройдем по очереди. Так. Расскажите, пожалуйста, подробнее про обучение за границей, какие расходы студент берет на себя, что оплачивает вуз. Значит, еще раз. Если это университет партнер, то вы не платите за обучение, вы несете ответственность за ваши расходы, за ваше проживание, но у вышки есть дополнительные возможности, не у МЕФ, а у всей вышки. То есть, есть возможность получить дополнительный грант для покрытия бюджетных расходов, для покрытия расходов на проживание, то есть, для оплаты общежития, расходов на еду и так далее. Вот. Я вам сейчас не могу сказать, какие будут точно цифры и насколько этот грант будет покрывать ваши расходы. Естественно, это зависит от страны. Вот. Но для многих наших студентов это заметно подспорить. Значит, сколько стоит обучение? Я уже сказал, что для коммерческих студентов полная стоимость будет составлять 360 тысяч, но мы ожидаем, что у нас будет 4 места со стоимостью обучения значительно меньше, то есть, не более 80 тысяч рублей. И кроме этого, будут еще стипендии. На стипендии должны быть примерно в том же объеме, то есть, 75 или 80 тысяч рублей, а для тех, кого мы очень хотим видеть и кто не имеет права учиться на бюджетном месте. Так. Надо ли проходить профпрактику? Представляет ли программу из-за для стажировок? Значит, смотрите, мы очень активно... Да, да, у нас, конечно, есть формальная практика, но мы хотим, чтобы наши студенты, которые хотят, естественно, хорошо работать по окончании, чтобы они сами искали стажировку. Почему? Потому что... самые лучшие работодатели, Сбербанк, Сиайби, Голдман Сакс, Морган Стэнли, Макинзи и так далее, они сами, естественно, проводят отбор на стажировку. Значит, мы рассказываем нашим студентам, мы помогаем им, рассказываем, как, что им нужно сделать, чтобы попасть на стажировку во все крутые инвестбанки, консалтинговые компании и так далее. Так, здравствуйте, можно ли сдать ли сертификат уже в процессе учебы? Я не совсем понял, о ком сертификате идет речь. Так, есть ли возможность служить какие-то курсы, не учащиеся на программе? Ну, вообще-то есть, но за дополнительную плату. Добрый вечер, будет ли запись вебинара? Я, кто-то срегистрировался, все получат запись. Я имел в виду сертификат на знание английского языка. Если вы имеете в виду IELTS или TOEFL для обучения, то, естественно, мы как раз призываем вас давать самостоятельно английский язык IELTS или TOEFL до поступления. Олимпиады я профессионал дает какие-то преимущества для портфолио. Да, разумеется, мы вот сейчас ведем, мы сейчас вопрос обсуждаем, вполне возможно, что победители Олимпиады, победители Олимпиады будет возможность поступать на программу, получать автоматически бюджетное место, но пока этот вопрос окончательно не решен. То есть, да, Олимпиада я профессионал, безусловно, если вы там хорошо выступите, даст вам преимущество на корпусе портфолио. Возможно, мы будем брать, возможно, мы будем брать, рекомендовать зачисление на бюджетное место победителей, но пока этот вопрос окончательно не решен. Так, добрый вечер. Возможно, вопрос некорректный, в чем преимущество или особенности магистратуры НЕФ от магистратуры РЭШ. Хороший вопрос. Значит, смотрите, если вы говорите, если вы РЭШ, несколько магистрских программ, есть их самая первая, самая известная программа, магистры экономики, которая была основана в 92-м году. Значит, особенность нашей магистратуры, отличие нашей магистратуры от этой программы, во-первых, в том, что у нас программа по финансовой экономике, а не по экономике, как РЭШ, то есть у нас гораздо больше финансовых курсов. В этой магистратуре МАА есть специализация по финансам, но тем не менее только второй год. И у нас систематическое изучение финансов начинается уже с первого курса. Во-вторых, наша программа представляет собой такой уникальный сплав теоретических и прикладных курсов. То есть, вот я вам рассказывал по прикладные и финансовые курсы, по прикладователям практиков, на магистрской программе МАЯ в РЭШ этого всего нет. То есть, у них, конечно, есть и практики, у них есть прикладные курсы, но они придерегли, они используют всех своих практиков только на дорогих финансовых программах. То есть, программа МАЯ это программа именно теоретическая. Ну и, наконец, у нас заметно больше бюджетных мест. То есть, к нам заметно легче поступить на бюджетное место или на место со скидкой стипендии, чем туда. Там значительная часть студентов все-таки учатся за деньги на коммерческой основе и плата за обучение там заметно больше, чем у нас. Ну, да. Что касается финансовых программ, программ, то тут с одной стороны эти программы они практически все платные, то есть, там надо платить и платить много, и они более прикладные, то есть, там как бы легче учиться, но с другой стороны они не дают фундаментального образования, особенно фундаментального образования в какой-то. Кроме этого есть еще, конечно, разница в том, что, да, программа Майя, она, чтобы учиться там, надо ездить в Сколково, а наша мы находимся в центре Москвы. Так, большим ли плюсом в портфолио является практически опыт в сфере финансов международной компании? Ну, это является плюсом, но глобальным плюсом это не является. Сколько квотных бюджетных мест для иностранцев? В прошлом году их было пять. Вот, в этом году сколько будет, я не знаю, но думаю, что будет тоже пять, вряд ли меньше. Но, опять же, у нас, кроме этих пяти квотных мест, есть еще четыре места со скидками и стипендиями, которые бесплатные или почти бесплатные, и на них могут претендовать все иностранцы. И, кроме этого, граждане нескольких стран, Беларусь Казахстан, Кыргызстан, а могут поступать на бюджетное место. Возможно ли претендовать на бюджетное место, если покажу обучение на первом курсе магистратуры по другому направлению, на коммерческом... Так, смотрите, если вы учитесь на коммерческом месте, то это никаких ограничений на вас не накладывают, вы можете поступать на бюджетное место. Получится ли совмещать программу возможностей с работой или, возможно, какие-то стажировки от партнеров. Значит, смотрите, в Москве есть очень много программ, которые делают вид, что студенты учатся у них фулл-тайм, одновременно работая фулл-тайм. Вот, делать два дела фулл-тайм невозможно. И у нас это невозможно де-юро и де-факто. То есть, особенно на первом году, ну, у нас были десятки студентов, которые пытались совмещать учебу с полноценной работой в каком-то крутом месте, но получало, получилось это, я вам скажу, за 10 лет получилось у одного. Хотя пытались здесь это. Вот. Значит, у нас есть студенты, которые по окончании первого курса идут на стажировку, и потом на втором году они как-то совмещают обучение с работой, но, то есть, я скажу так, как это получалось, я скажу так, некоторые выживали. Но вот у нас есть один такой выпускник, Вайл Осапян, который много лет, несколько лет по окончании работал в Голлман-Сакс, вот он работал в Голлман-Сакс, учащийся на трампе нашей медицинатуры. Вот. Как он учился? Ну, на первом курсе он был одним из наших топовых студентов, на втором курсе он ходил на пересдачу. Значит, стажировки от партнеров, ну, безусловно, они есть, но мы настоятельно рекомендуем все-таки ограничивать стажировку летом по окончании первого курса. если вы задерживаетесь, остаетесь работать на втором курсе, то, ну, зависит того, сколько месяцев, сколько часов в неделю вы работаете, вот, но полноценная работа фулл-тайм в течение всего второго курса для большинства наших студентов тоже заканчивалась летальным исходом. Здравствуйте, я заканчиваю бухгаловриатно-гуманитарные специальности, могу ли определить бюджетное место, или если сдам олимпиаду, так, или джиари-джиари по математике и джимар. Смотрите, если вы заканчиваете бухгаловриат по гуманитарной специальности, то вашей главной проблемой будет ваше знание математики. Если вы математику каким-то образом самостоятельно изучаете и нас убеждаете, что вы ее знаете, то вы, да, можете претендовать на бюджетное место. Если я подаю документы на сцене 20 февраля и не прилагаю в портфолио IELTS, когда я могу подтверждать сдание английского языка. другого так. Значит, смотрите, мы не можем вас осмотреть, если у вас нет сданного IELTS или TOEFL. Значит, вы сдаете IELTS или TOEFL, потом вы даете, вас осматриваем. Другой вопрос, на момент подачи фартфолио у меня на руках не будут сертификаты, повышающие мой балл. Получу только на момент получения диплом бакалавра. Вот в том, могу ли я ссыла основные сертификаты. Ну, смотрите, если у вас есть какие-то неофициальные информации, что вы эти сертификаты получаете, то посылайте, мы будем рассматривать. При поступлении вы учитываете баллы только двух разделов взяли джей 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 место, если у вас на соответствующий балл сдан джимат, IELTS соответственно для английского и GRE subject по математике. А возможно претендовать на бюджетное место, если я на бюджете первого курса магистратуры. Так, если вы на бюджете, то вы не можете подавать на бюджетное место, но вы можете соответственно получить место со скидкой и стипендии. Стипендия может полностью покрывать стоимость обучения. Так, ну что, еще вопросов? Вопросов больше нет, да? Так, ну что, больше нет вопросов? Тогда я предоставляю слово нашей выпускнице Оксане Смирновой. Всем привет, меня слышно, видно. Я бы хотела продолжить тему и рассказать про свой личный опыт. Я выпускница программы финансовая экономика на Мефе в 2016 году. Я закончилась отличием. и цель моя это карьера исследователя и преподавателя в ответственном академической сфере. В настоящий момент я являюсь лидером направления исследований по финансовым технологиям и финансовой доступности в России в Московской школе управления Сколково. Также я ассистирую на курсах финансовой экономики и финансовой эконометрики в магистратуре и в настоящий момент в процессе поступления на программу PhD как раз в один из тех университетов, о которых говорил Максим Игерович. И сейчас расскажу про более подробно два способа поступления. Во-первых, это портфолио, именно так поступила я. И во-вторых, про международные экзамены. У вас было много вопросов про них, поэтому думаю, будет полезно. Но прежде всего, следуя еще названным уже преимуществам, мне бы хотела выделить тех, которые вицепили меня и в процессе выбора программы магистрской и в процессе обучения. Я получила большое удовольствие от обучения с людьми в группе, у которых очень широкий кругозор, мы все были с очень сильной подготовкой и математической, и экономикой, финансой, и даже были ребята с гуманитарным бэкграундом, которые самостоятельно очень сильно продвинулись в курсах по экономике, финансам, математике. И, конечно, у всех очень большие карьерные амбиции, и результаты тоже замечательные, в том числе в консалтинге, инвестиционном банкинге и академии. Отмечу сильный преподавательский состав, да, это преподаватели со степенью PHD и практики. Также по возможностям карьерного вектора у нас есть куча консультаций, куча встреч с представителями компании, в том числе организованными выпускниками, которые с удовольствием общаются и делают какие-то предложения в первую очередь студентам МИЭФ, уже потом выпуская на весь рынок. Также за время обучения мне удалось пройти Академию Макинди, это также такой специальный курс лекций от Макинди для избранных студентов, кто пришел отбор, в том числе интервью, где они рассказывают про свою деятельность и позволяют это вникнуть в суть дела. И что стало отличным для меня стартом для академической карьеры именно вне, в вышке, это возможность быть ассистентом преподавателя, ассистировать в исследовательской лаборатории, как раз я делала в лаборатории финансов и экономики на МЕФ, и быть семинаристом и лектором, это и опыт огромный, и дополнительный заработок, как раз вы много спрашивали про работу, можно делать это парт-тайм, на втором курсе, и затем я продолжаю это делать, пока поступаю на программу PhD. С чем я пришла в МЕФ, в мое портфолио, хочу отметить такие самые важные вещи, чтобы вы знали, что примерно можно отметить. Это я училась в Буквариате по направлению экономики в высшей школе экономики в кампусе в Перми в 2014 году, также закончила с отличием. У меня был уже опыт в исследованиях, я ассистировала также в научной лаборатории, участвовала в студенческих научных конференциях, и у меня была ВКР на английском языке в области корпоративных финансов, которую я уже попыталась сделать в стиле научной статьи. Из академических достижений, которые вкладывала в портфолио, это стипендии губернатора Пермского края, стипендии президента Российской Федерации, у меня был грант на обучение в летней школе университета Нат-Трихт в Нидерландах, я также участвовала, да, я с третьего курса интересовалась эконометрикой, на четвертом курсе участвовала в международной олимпиаде по эконометрике, проводимой в университете Амстердама в Нидерландах и также участвовала в олимпиадах по макроэкономике. В целом, очень можно много всего делать, чтобы усилить свое подполье, в том числе в оставшееся время до подачи документов. и второй способ, это как раз один из двух наряду с олимпиадой, который позволяет вам автоматически получить бюджетное место, заранее уже все зная, это сдать международные экзамены, это Jury General и Jury Math, либо вместо Jury General это GMAT. И, как вы видите, это баллы, которые вам нужно получить. Сейчас расскажу подробнее. Я сама сдавала Jury General для поступления сейчас на программу PhD, поэтому у меня прям очень личный опыт. Расскажу сейчас. В экзамен входят три части, это математика, 40 вопросов, вербальная часть и аналитическое письмо. Вас, соответственно, интересует математика и аналитическое письмо. В математике в Jury General это школьная программа, но основная сложность это ограниченное время, требования вашей внимательности и логики, плюс адаптированная сложность вопросов. То есть, чем лучше вы решаете, тем сложнее вам дают вопросы. Соответственно, чтобы получить 165 и больше, нужно решить верно от 34 и выше вопросов. Права на ошибку у вас очень мало. В аналитическом письме это две части, анализ проблемы и анализ ситуации. Здесь очень здорово можно потренироваться, на официальном ресурсе есть все темы, там больше 300, поэтому можно посмотреть на референсы. И еще одна тестовая часть, которая не включается в общий результат, но, соответственно, увеличивает время экзамена, экзамен около 4 часов. Время на подготовку у вас еще будет достаточно лично. Мне потребовалось три месяца, чтобы достичь нужного балла, но на программу PHD балл отсечения гораздо выше, то есть там нужно вплоть до максимума решить. Минимум, чтобы освоиться с самим форматом экзамена, чтобы научиться тайм-менеджменту, который нужен в этом экзамене, нужно около месяца. Программ и материалов для подготовки очень много. Я пользовалась ресурсом Могуш, там есть бесплатные материалы, где вам предлагают прям расписанный по дням план, что вы должны делать, что решать, что читать. Также официальные материалы ETS, это организация, которая проводит экзамен, и есть куча книг, Manhattan Preparation, Barons, и так далее. Мой совет здесь это научиться концентрироваться именно на время экзамена и собрать прям себя и до последнего, то есть каждая часть важна, поэтому важно быть внимательным все время. Я именно достигла нужного результата, когда научилась прорешивать все задания дважды от начала до конца за выделенное время. Это позволяет найти какие-то ошибки в восприятии вопроса или в расчетах. И второй экзамен, я лично его не сдавала, но я с ним достаточно хорошо знакома, это в математике, здесь вам потребуются уже не школьные знания в математике, а именно уровня бакалавриата. Здесь будет около 66 вопросов, то есть минимум 200 баллов вы можете получить максимум 990, и для поступления вам нужно 700 плюс баллов, то есть это около 43 верных ответов на вопросы, 250 процентов вопросов это дифференциальное интегральное исчисление, 25 процентов посвящено линейной алгебре, и 25 вопросов на другие темы, там, числые топологии, теория чисел и так далее. Длительность экзамена 2 часа 50 минут, и здесь рекомендуется, конечно, уже иметь очень сильный бедраунд в математике, потому что тем очень много, и в короткий срок будет очень трудно готовиться, хотя на интенсивную подготовку, чтобы именно опять-таки отработать формат экзамена и проработать, например, свои слабые темы, здесь от 1 месяца до 3 месяцев, и опять в помощь официальные материалы ИТС и различные дополнительные материалы, думаю, что будет нетрудно их найти. Вот, у меня все, сейчас готовы ответить на ваши вопросы. Первый, почему я выбрала именно МЕФ, а не факультет экономических наук. В МЕФ меня, конечно, привлекла прежде всего международность программы, то есть вся программа проходила на английском языке, не так много шансов в России находиться постоянно в среде, общаться на английском, получать курсы на английском, то есть вы сами понимаете, что в финансах практически вся литература на английском, рисочная на английском, ты привыкаешь, и очень классно, когда ты можешь делать это именно в международном формате. Сложно ли было учиться? Да, было сложно учиться. Я вообще очень переживала сначала, что я не смогу, потому что и среда очень сильная, и требования большие, но в основном, что помогает, это усидчивость, это ты постоянно делаешь домашние задания, это самостоятельные занятия, и развиваешься, и это позволяет соответствовать требованиям и экзаменов, и так далее. Как быстро удалось найти работу? На самом деле, я в академической среде, в исследованиях, начала работать парт-тайм, перед вторым курсом, вот, но именно благодаря хорошему бэграунду, потому что вышка это, наверное, лучший исследователь университет в области экономики и финансов в баклавриате, но и в магистратуре тоже, поэтому здесь мой опыт помог очень быстро найти, плюс было несколько предложений интервью и в консалтинге, финансовой компаний, но так как я выбрала именно для себя вектор академии, то выбрала исследования. В дальнейшем я хочу поступить на программу PhD, закончить и продолжить работу в университете именно в роли профессора, в роли исследователя и заниматься корпоративными финансами, household, финанс и так далее. Какой уровень английского был на момент окончания баклавриата? Если вы уже знакомы как раз с международными экзаменами, то у меня было 107 из 120 за TOEFL, то есть можно сказать достаточно высокий уровень, поэтому трудностей именно языковых не было. стоит ли готовиться одновременно к двум экзаменам? Я бы сказала, что нет. То есть даже сейчас, когда мне нужно было снова сдавать TOEFL и JRE, я разделила подготовку, потому что все-таки очень многое зависит от того, насколько вы хорошо к формату привыкли. И если вы разделяете свое внимание на два экзамена, которые, в общем-то, требуют от вас немножко разных навыков, то это может сместить ваши результаты не в лучшую сторону. Хотя все индивидуально, возможно, для вас это будет лучше. И я забыла сказать, что оба теста действуют пять лет, и поэтому если вдруг вы также выберете академический вектор, заходите продолжить изучение, вы можете использовать эти же результаты, и также результаты тестов по математической части, аналитической части, они являются огромным бонусом в вашем резюме, даже если вы идете к консалтинг, к инвесбанкинг, потому что это определенная прокси ваших аналитических способностей. Очень много слышала, что кандидатов отмечали особо за вот эти тесты. Вопросов больше нет. А, вот есть. Вы закончили, заканчиваете бакалавриат по программе международное отношение в МГУ. Изначально поступали на физический факультет МГУ. Два курса, полностью сменилась детальность. Ну, на самом деле, да, интересный вопрос, такой сложный бэкграунд, учились и на физике, и на международных отношениях. Я не скажу, что единственный вариант это именно высокие баллы за упомянутые тесты. Во-первых, есть еще Олимпиада, то есть это тоже для вас такой реактор, ну и плюс портфолио. Вы знаете, конкурс портфолио мне напомнил самое настоящее интервью только на программу обучения. и вам также нужно будет объяснить свой путь, почему именно к этому пришли, убедить приемную комиссию, почему вам нужно сейчас именно получить степень магистров финансовой экономики, и если у вас это замечательно получится, то шансы и поступить по портфолио на бюджетное место или место со стипендией у вас тоже высокие, поэтому здорово, что можно не одним способом поступить, а выбрать один из трех, поэтому попробуйте, попытайтесь, я думаю, что у вас высокие шансы поступить одним из способов. Задание на Олимпиаде проводимое весной, будут ли на английском? Да, Олимпиады проводятся на английском. И собеседование тоже на английском. На русском? Я не сказала, что на английском. Собеседование на русском языке Максим Игоревич мне подказывает. Но будьте готовы ко всему. Да, презентация на экране. Я попрошу выложить в общий доступ и также добавить туда свои контакты. Всегда очень рада помочь, в том числе и обидуриентам определиться. Спасибо большое за внимание. Очень была рада вас читать. Всем пока. Спасибо большое, что присутствовали сегодня в нашем вебинаре. Запись вебинара будет отправлена вам всем на электронную почту, с помощью которой вы регистрировались. Также думаю, что на сайте МИА или в группах социальных сетей также будет информация о том, где можно найти записи и презентации. Еще раз большое спасибо и до сих пор. Спасибо. Спасибо. .